Здесь все просело на одну сторону. Там везде все трещины идут. Потолок скоро тоже рухнет. Последний месяц семья Андо живет на чемоданах. Не знает точно, когда в их дом придут и потребуют выселения. 31 марта они услышали решение городского суда о том, что должны покинуть помещение, но документ пока не получили. Живет здесь Валентина с мамой, мужем и двумя детьми. Эту квартиру в доме, где также находится ветвечебница, получил ее отец. Когда работал здесь ветеринаром. Затем развелся с супругой, получил квартиру от сельсовета и переехал. А другие члены его семьи остались здесь. В течение 30 лет жили, подпирая стены, ровняя полы и замазывая трещины. До тех пор, пока не получили вызов в суд. Было это в прошлом году. Руководство ведь лечебницы предоставило все документы, по которым оказалось, что это не жилое помещение. А как мы сюда заселились, они не знают, потому что оно раньше относилось к Нивскому району. А в Аниве в 2003 году сгорел архив. Все, мы на улице. Здесь же не только мы одни жили, здесь же жили до нас еще. Это 70 какой-то год там. Значит, оно было когда-то жилым, мы просто доказать не можем. В любой момент ветвечебница придет с решениями, скажет. У меня уже аллергия на это все. У вас есть месяц, чтобы выселиться. А куда? На улицу, палатки поставить. В марте Валентина написала обращение в правительство области, мэру и в управление жилищной политики. Срок рассмотрения еще не истек, поэтому ответа пока нет. Томительное ожидание Валентину приводит в ужас. На руках двое детей, сын болеет эпилепсией, мать не работает. Достатка молодой женщины и ее мужа едва хватает на самое необходимое. Мы же стоим на очереди. С 86-го года мама стоит на очереди. С 86-го года. И мы 1203-е. За год только прошло 5 человек. Вот в этом году перерегистрацию сделали? Это мне сколько? Я не доживу до этого. Я не доживу, и дети не доживут. Она сразу сказала нам, в жилищной политике выходили к Федотовой напрямую, она сказала, вы не дождетесь. Я вам сразу говорю, я вам могу предложить арендное жилье. Я говорю, а мы не потянем арендное жилье. Тут не очень так уютно, потому что некоторые неудобства тут есть. Насекомые тут всякие, не знаю, просто. В новую квартиру бы поскорее бы хотелось. Здание это стоит без фундамента. Все удобства на улице. Жильцы платят только за свет. Условия, конечно, ужасные. Разве можно в таких условиях жить? Куда с двумя детьми, да еще мама, пенсионерка, выселить на улицу без предоставления жилья? Я считаю, что это как бы неправильно. Мы связались с главным врачом ветлечебницы. Он рассказал, что здание это областное проживание здесь людей недопустимо. В управлении жилищной политики сказали, что семья стоит в общей очереди. В программу переселения из ветхого и аварийного жилья их могут поставить в случае признания этого помещения аварийным. Тогда на время ожидания, возможно, будут предоставлены маневренные квадратные метры. Ситуация со всех сторон кажется критической и практически неразрешимой. И пока областные и городские ведомства не смогли предоставить нам четкий комментарий по этой проблеме.